Пять причин, по которым для новогоднего рождественского путешествия я выбрала Венгрию. Первая. Венгрия в период коронавируса открыта для путешественников без вакцинации и тестов. Вторая причина. Недорого. Поэтому для поездки на автомобили для меня идеально подошла Венгрия. Третья. Будапешт, Дунайская жемчужина. В этой поездке меня поразили архитектурной красотой Королевский дворец, Церковь Матиша и Рыбацкий бастион. И, конечно же, подъем на легендарный холм Геллерта высотой 235 метров. Четвертая. Оздоровление и профилактика организма. Венгрия входит в пятерку стран мира по числу термальных источников. Ее заслуженно называют империей Купали, занимающей лидирующие позиции в бальнеологическом лечении. Пятая. Местный колорит. Путешествуя автомобилем, открывается прекрасная возможность познакомиться с жизнью людей вне туристической столицы. Мы посетили Мишкальц, который известен в первую очередь как важный промышленный центр. В 1364 году король Лаеш Великий даровал Мишкальцу статус города. В его же правление была построена крепость Диашдиор, располагающаяся возле Мишкальца, а ныне находящаяся в черте города. К сожалению, крепость реставрируется, посетить ее не удалось. Купальня Мишкальца – единственная в Европе пещерная термальная купальня. Купальня расположена в естественных, вымытых за тысячелетия термальными водами пещерах. Здесь же находится открытое термальное озеро, куда стекают теплые источники, насыщенные различными газами. Венгерский город Эгер расположен в 130 километрах на северо-восток от столицы страны и является собой сказочное царство. Изумительных красных вин, волшебных термальных источников и красочных цветов. Город обосновался на берегах реки Эгер у южных склонах горных комплексов Матра и Бюк. Последним городом, которым мы останавливались в Венгрии, был восхитительный Будапешт. Спасибо за просмотр!